Друзья, начинаем. Посмотрели на эту красивую картинку и посмотрели на эту красивую женщину. Значит, все было уже сверстено еще раньше, но потом случилось в стране такое событие. Я сейчас вот тут, чтобы ничего на экране не было, я сейчас скажу несколько слов. Обычные слова, они уже все выслышали. Вот, сочувствие, соболезнование. Я сейчас о другом. Я как тот петух, сколько бы ни кукарекал, ничего не меняется, но зато и кукарекание я буду дальше. Значит, до сих пор в стране нашей самые главные беды ждут, которых никто не обращает внимания. Это, наверное, самое главное. Мы про людей, про людей, совершенно не готовых. Ладно, там военные действия. В мирное время 90% людей в высотных домах, это смертельные ловушки, не сгорают 90%, а это сотни и тысячи людей. Просто статистику стараются лишний раз не оглашать. Зачем беспокоить? Придет пора. Задохнешься в дыму. А так зови спокойно. Итак, раз люди задыхаются. Что такое гражданская оборона забыта? Противогазов ни у кого нет. Про кукарекал, идем дальше. Значит, я не так давно, месяц-два-три назад познакомился с уникальным человеком. Он живет на Алтае. А-ку-ти-ха, это поселок, быстро-быстро-истоцкий район, Алтай. Значит, чем меня поразило? Мне это навело на мысль. Итак, человек живет в раю. Если когда-то на земле был рай, то пусть тогда было потеплее, но рай был именно на Алтае. Есть два места в Сибири уникальные, где можно миллионами тонн производить фрукты. Про еще раз не говорю. Это как автоматом картофель, который покупаем в Израиле и в Египте позорники. Это те, кто производить в России не может. Так вот, значит, дело в том, что два места Минусинская котловина куда входит, где-то Хакасия вся эта вот. Это Енисей и Алтай. А вот там, где сливаются речки, ну, это уже детали. Так вот, уникальные места. Итак, почему я об этом заговорил? Семь тысяч жителей жило. Процветало. Производства были всяческие. Теперь одна тысяча осталась. Шесть тысяч людей нету. Кто умер, кто сбежал. Так случилось. Кто умер, кто уехал. И надо было видеть фильм, который мне показывал. Сейчас поймете, к чему я клоню-то. Сейчас поймете, это важнейший момент. Итак, стоят дома. И как оно выглядит страшно, когда большинство домов, и есть и разрушенные, ну, такие дома. А есть и добротные дома. И там, и там хозяев уже нету давно. И это все обросло летом. Вот это, я не мог привыкнуть к этой картинке. Оно обросло не этими, не культурными растениями, разве что одичавшими, и лесом. Вот. И там живет мой новый друг, Иван. Сейчас он покупает, скупает эти участки. Он хочет вырастить. Ну, все, что есть у меня, ну, умножим, допустим, на десять. А когда-то и на сто. Он достает директора школы. Он достает главу поселкового совета. Итак, это надо было видеть. Это в самом райском месте. Ну, в самом райском месте, если взять шире. Так вот. Случилось. Случилось так, что, возьмем мы сейчас. Это я как предвидец. Все, что я вам говорил, все сбывается. Представим себе, что пятьдесят стран Запада. Каждая всего по тысяче этих дрончиков выпускает там, на этих самых, с пропеллерчиками. Каждому подвешивают несколько килограмм древчатки. И все это передается сами знаете куда. И все это обрушивается на нашу страну. И у нас уже не один Донецк, а сотни Донецков. Куда вы денетесь, друзья? Я обращаюсь к жителям мегаполиса. Хорошо. Ну, пересылайте. Может быть, дойдет до кого-то. К домик деревни. Сколько лет, друзья, я отрублю вам. Домик деревни. Домик деревни. Домик деревни. Вы можете приехать в эту самую Акутиху. Не обязательно в нее. Подмосковье брошенные поселки. Целые поселки. Вот. Несерноземье. Средняя полоса России. Урал. Везде брошенные поселки. В самом лучшем месте России. На Алтае. В этом Быстроистоцком районе. Вот. Это еще раз говорю. Если был рай. Только было потеплее. Но он был именно там. Потому что лучшее место не найдешь. И там все брошено. А эти самые мегаполисы. Это смертельные ловушки. Я начал с того, что люди. Мы не знаем статистику. Когда не могут подъехать пожарные машины. Потому что все забито. Сами знаете. Ни к одному подъезду не подъедешь. Высотки. А там сгорают люди. Еще и задыхаются. И дети. Вот. Так вот. Это будет. Представим себе. Что умножим на 50. На 100. И так. Вы берете. Узнаете через родственников. Можете у меня. А нет ли у вас рядом заброшенного домика. Или что там в этом роде. Они разоброшены. Значит можно найти хозяев. Можно купить. Выкупить. Вот. Можно приехать один раз. Договориться с соседями. Ну. Поправить забор. Сказать. Ну вы тут приглядывайте. Все. Мы будем жить в Москве. Мы будем жить в Питере. Вот. Вот. Мы никогда. Сюда не приедем. И не собираемся ехать. Мы потратили на дорогу. Вот. Несколько. То есть. Мы потратили 50 или 100 тысяч. На это. И пусть стоит. А черт его знает. А случись беда. В семью отправила. До начала. А тут же быстренько. И картошка появится своя. И все. И курочки даже за это самое. Извините за шутку. Закрякают. Так вот. Это все. Должно быть. Это моя. Позиция. Значит. Каждый. Горожанин. Особенно. Кто живет. В смертельных ловушках. В высотных домах. Вы должны представлять. Что такое высотный дом. Вы живете в нем. Но не чувствуете это опасности. А дроны летят. А мы все думаем обойдется. А патронам не станет стрелять из СС-300 или 400. Вот. Это тоже что по мухам. Так вот. Давайте менять тему. Но. Подумайте. О себе. О своих этих. Давайте обратно. В Сибирь. Сибирь. Урал. Сибирь. Ну еще не Черноземья. Там тоже полно этих самых. Вот. Хватайтесь за землю. Пока не поздно. Будет потом куда это. Эвакуироваться. Обойдется. Обойдется. Потом. Может быть. Когда-то. Вы будете туда ездить. Просто как на курорт. Так. Теперь. Поехали дальше. Итак. Как-то так сложилось. Эта. Дама. Живет. В богучанах. Если вы на карте. Найдете. Богучаны. Вот. Посмотрите. Где эти богучаны. Вам плохо станет. Понимаете. Это. Самая. Кондовая Сибирь. Это. Север. Это. Невероятно. Но. Я специально. Вот этот. Грустный. Рассказ. Начал. С такого. Грустного. Рассказа. Я предупреждаю. Все это будет. Все это будет. Все это будет. Это. Самое. Надо. Иметь. Запасной аэродром. Богучаны. Смотрите. Мне. Вот. Эти. Фотографию. Фрислава. Александр Савельевич. Она дружит. С этой самой. Журналистской. Мирославой. А там. Мирослава. Узнала. От журналистки. Богучанской. Об этой. Удивительной женщине. Зовут ее. Зинаида Пац. Так. Пятнадцать сортов яблок. Одиннадцать сортов винограда. Не верю. Я. Железом. В шоке. Я. Железом. Меня. Удивить. Это надо. Чтобы. Инопланетяне. Приземлились. В своем огороде. Вот. Тут бы я удивился. И еще вот это. Больше мне уже. Казалось бы уже ничем не удивить. Так вот. Единственное. Что если когда-то дойдет этот вебинар. Дождь. Пусть она скажет. Ну. Фамилия. Настолько знакомое. Имя. Ну. Откуда мы знакомы. Откуда я знаю. Имею ли я к этому какое-то отношение. Вот. Ну. Хоть плачь. Не могу вспомнить. Ладно. И так. Вы поняли. Чего я говорю. Север Сибири. Это не у меня. Где это. Климат надо с Украиной сравнивать. Есть у нас такое место. Червушки. Почти Украина. Так вот. Почему я. Начал с этого. Да. Чтобы вас не напугать. Когда вы поедете в Сибирь. Выбирать домик. Ну. И все так 20 передача. Вот почему. Поняли. А тут. Все как цепочка. Елена Александровна. Савинич. Это. Моя ученица. Она же аспирант. Будущий ученый. Она сейчас ученая. Ну. Еще будет учение. Так. И. Не случайно. Вот это. Все так сложилось. Трагедия. Разговор на эту тему. И вдруг присылает. Вот это чудо. А вот и сама. Это. Я считаю. Именинница. Которая. Она. Выпросила. Книги. Сейчас. Она. Этими книгами. Потихонечку. Торгует. Но. Это. Ее не главное. Назначение. Сейчас. Я покажу. Еще. Найду. Пару снимков. Вы поймете. Что. Эта тема. Бесконечная. Нам. Кому-то. Передавать дела. Лично. Я. Передаю. Два. Сергея Желедова. Частично. Ей. Жду. Ее. За черенками. Я уже. Не одну сотню. Приготовил. Черенков. Пристрою их. Так. Чтобы они пропали. Я этого не говорил. Никто. Никто. Надеюсь. Не слышал. Идем дальше. Вот. Семена. Значит. Мне. Обратился. Человек. И сказал. Я. Не знаю. С чего. Следующее. Вы. Сейчас. По телефону. Мне. Быстренько. Объясните. Вот. Я. Косочки. Ваши. Получил. Сейчас. Два дня. Быстренько. Объясните. Что мне с ними делать. Вот. Я схватился. Вот. Брат. Мне. помог. Список. Ссылок. на фильм. С упоминанием слов. Косточки. Семена. Брат родной. Его. Юрий Васильевич. Хе. Я. Я. Веду. Вебинар. Я смогу. где-то. Через час два. Возьму маленький перерыв. хорошо. Так. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Увидели. 30 этих. А. Согласитесь. Что здесь есть оглавление. Пожалуйста. Расскажь про уникальные семена. То есть. Уже не. Есть что интересно. Вот. Значит. Сухие семена летом. Скидки проблемы. И сейчас у меня сухие. И никто не покупает. Тот раз упомянул. Один кто-то. Пол сотни выписал. Но ведь еще будет следующий сезон. Понимаете. Поэтому. Будьте добры. Ознакомьтесь. Как. С этого. Тут наверное невозможно вам ознакомиться. Технически. Ничего. Попросите у меня этот список. Я всем высылаю. Всем только упоминать. Ну. Спасибо брат. Южели это я. Южели это мы. Южели это мы. Дотворили мы делом с тобой. Ёмаё. Так. Идем дальше. Значит. Вот это вот. Вы видите. Это. Значит. Одна страница из книги. Почему я вспоминаю эту книгу. Написано. «курдюмов, железов, умный сад, как перехитрить климат. На Ростове-на-Дону в 12-м году было издано 10 тысяч экземпляров. И когда они вышли, Курдема меня поздравил. Это особая книга. Представляете, два автора, которые его глава, моя глава, его абзац. Это уникальнейшая вещь. А книга прошла больше 10 лет. Он сказал, все, сейчас произойдет переворот в науке. Он выпускник Тимирязевки. Это человек мирового уровня. Это мировой уровень. Полтора миллиона книг еще когда было выпущено. И тогда я подумал, ну все, теперь мы заработаем. Сейчас мы с учеными вместе будем трудиться на благо. У меня уникальные. Сейчас, чтобы науке создать, даже по-готовому, прочтут они эту книгу ученые, да? Прочтут. И все равно им надо будет, ну уже не 30-40 лет, как полагается, стандартный путь селекции. А с помощью прививок, особыми способами, ну лет 10-20 надо. А оно уже готово. Вот. Нет, оказывается, это, зря мы старались с Курдемовым. И получилось так, что еще повредило, там же много полезных советов, это не делать. Заметьте. Не то, что вот это делать, 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 делать. Наоборот, не делать, не делать, не делать, не делать, не делать. Экономить тысячи, миллионы, миллиарды экономить. И получать благодаря результату, благодаря тому, что не делать, не делать, не делать, не делать, не делать. И что вы думаете? Интернет завалил. Я теперь был там один из детских, один из десятков, один из сотен авторов, потом один из тысяч. И теперь, хотя мы с братом сделали около пяти тысяч фильмов, оно утонуло в сотнях тысяч. И никакого переворота не случилось. А ученых трудно переделать. Почему? Ну, потому что надо учиться прививать. Извините, что я говорю почти с насмешкой. И вот тогда получается так. Как вам ознакомиться с этой книгой? У меня есть, этот уже, издательство отказалось от своих прав на книгу. И теперь мы с Курдевым делаем, что хотим. То есть я, например, высылаю вам электронный вариант рабочего материала. А этот рабочий материал, он еще ценнее, чем готовая книга. Ну, скажем так, прилизанная. Вот. Поэтому я вот, когда смотрел, подбирал там что-то, наткнулся на эту фотографию. А вот и она. Вот кусочек книги. Вот вам одна страница. Как вам? Вот. Заказывайте. Каких-то тысяч рублей вы будете в руках иметь, ну, не в руках, а на экране, уникальную книгу. Ну, и подытожить то, что я выше сказал. Миллионы не знают. Десять тысяч книг осели где-то в этих самых. И поди забыты даже самыми покупателями. А телевидение отдыхает, да. Одна цель у телевидения. Продать все, что нам не надо. Это горькая правда.